Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». 11.05 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». И сегодня, спустя долгое-долгое время, больше года, может быть, даже полтора, в наш эфир возвращается «Разворот на бизнес». Здравствуйте. И в гостях у нас сегодня... А, давайте сначала тему обозначим. Тема «Инвестировать бум». Это как ты любишь, Олег, все. В особенностях инвестирования в Кировской области. Совершенно верно. Олег Прохоренко, Светлана Заньков в студии. Мы в прежнем составе. И надо сразу сказать, что у нас двухчасовой эфир. Мы будем разбирать вопросы инвестирования в Кировской области с конкретными предпринимателями по их конкретным проектам, по телефону и в студии. И сейчас сразу представим тех людей, которые в студии находятся. Это Алексей Егоров, генеральный директор компании «Авварус». Алексей Глебович, добрый день. Добрый день. Михаил Шихов, директор по развитию компании «САХ», депутат областного законодательного собрания. Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ошибочка? Гордумы. О, гордумы. Я вас повысила или нормально? Гордумы. Хорошо. По телефону с нами будет Дмитрий Трегубов. Это компания «Димал». Михаил Некрасов, генеральный директор «Нонолег». И в гости к нам во втором части придет Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Надеюсь, что нас слушают те чиновники, которые отвечают за инвестиционный климат. В нашем регионе мы им сообщили, что у нас сегодня эфир. Возможно, кто-нибудь из них подключится с нами по телефону. Но любых бизнесменов, которые сейчас слушают нас, мы тоже приглашаем к нашей беседе. 211-101 номер телефона прямого эфира. Стенограмма нашей программы будет в ближайшем номере газеты «Бизнес-новости» с фотографиями участников и с сухой такой выдержкой того, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, а начну я с небольшой справки. То, что есть на сайте Минэкономразвития Кировской области. За первое полгодие 2017 года, ну, вот самые последние данные, которые там есть, на территории области освоено 18,7 миллиардов рублей инвестиций. В основе капитал — это всего лишь 90,5% к соответствующему периоду 2016 года. То есть снижение есть, оно идет. И сокращение инвестиций как по розничной торговле, там очень значительное, чуть не наполовину. И деятельность в области информации и связи по операциям с недвижимым имуществом, то есть спад в строительной сфере. В то же время есть отрасли, которые развиваются, где инвестиции все-таки куда приходят. Это обработка древесины, производство изделий из дерева. Здесь несколько инвестпроектов. Там Морошинский фанерный завод, Вятский фанерный комбинат «Алмис», который выпускает пилеты. И производство лекарственных средств, материалов, применяемых в медицинских целях. 132,9% — это, напомню, первое полугодие 2017 года. И связано это с реализацией инвестпроекта «Аврус», направленного, как написано в документе, на модернизацию действующего производства и организацию новых производственных участков. И у нас сегодня Алексей Глебович Егоров, директор, генеральный директор «Аврус». Алексей Глебович, действительно есть прирост по инвестированию средств в основное производство? И что за программы вы осуществляете? Давайте дам небольшую справку, что если брать фармацевтическую отрасль, то она достаточно зарегулирована. И существуют очень жесткие требования по производству и системы качества лекарственных препаратов и их производства. Много ведомств нас проверяют, и эти требования от года к году только ужестощаются и становятся все жестче и жестче. Я чуть позже там приведу какие-то примеры, как работает Росздравнадзор, Минпромторг. То есть это различные, еще раз подчеркну, ведомства. Можете нас поздравить, кстати говоря, буквально в январе мы получили европейский сертификат GMP. Это стандарт качества, подтвержденный европейскими аудиторами. Это государственный аудит был. Он нам дает, во-первых, он подтверждает систему качества нашей компании, нашего производства и дает нам возможность производить и регистрировать продукты на европейской территории. То есть это расширение бизнеса. И, так скажем, в Кировской области мы первые с таким сертификатом. То есть есть система сертификации, система проверки качества на уровне Минпромторга. Это как понятно. ИСО-9000? Нет, там есть определенный приказ, 916-й, и все предприятия, которые обладают лицензиями на право выпуска, и на аналек, и Кировская фармфабрика, и ЛСИ-фарма, это вот то, что на территории Кировской области они проходят проверку аудирования со стороны Минпромторга и работают. И, собственно говоря, требования примерно сопоставимы. Но еще раз подчеркну, это внешний аудит государственный. Поэтому достаточно много... Мы шли к этому аудиту, ну, наверное, на протяжении 3-4 лет. То есть были достаточно большие вложения и так далее. Подчеркну, что постоянно идет ужесточение требований, что, несомненно, не дает нам возможности остановиться и пользоваться той базой, которая у нас есть. Поэтому инвестиции в новое оборудование, в расширение узких мест, оно постоянно присутствует. Поэтому инвестиции есть. Мы разговаривали до начала эфира и с Михаилом Викторовичем тоже по поводу того, во что сейчас инвестируем и можем ли мы экономить на расширении узких мест. Как вы сказали, нет, оказывается, не можем. Ни в каком бизнесе, который закрепляется и собирается реализовать серьезные проекты, влияющие на жизнь региона. Что касается Варус, на налег у нас будет чуть позже. Я помню, что в начале осени еще вы обращались в правительство с намерениями рассмотреть площадки, где собирались построить, могли бы построить еще один корпус, еще производство расширить. Чем эта история закончилась? Какие у вас были задачи? Ну, эти задачи, они у нас и на сегодняшний день остались, и никуда они не испарились. В планах у нас расширение производства по формам выпуска. То есть мы хотим расширить линейку, то есть мы хотим запустить, есть и продукты, которые мы уже разрабатываем, даже вне зависимости от того, что у нас нет мощностей, где эти продукты производить. Потому что сейчас бизнес по различным схемам может строиться, можно искать контрактное производство, но если мы имеем компетенции... Контрактное, это значит, когда на аутсорсинг вы отдаете производство, вы регистрируете продукт, вы доказываете его терапевтическую эффективность, проводите регуляторные действия, клинические исследования, получаете, ну, для этого все равно нужна контрактная площадка, она может быть и на Западе выбрана, и на территории Российской Федерации, но и производить где-то в другом месте. Ну, понятно, что... И все это будет не в Кировской области происходить? Часть прибыли будет оставаться у производителя, который обладает тем мощностями, на которые, так сказать, это производство будет локализовано. Поэтому нам это неинтересно, то есть мы все-таки это не ставим в приоритет, потому что у нас есть и компетенция, и, собственно говоря, промышленный объект, он у нас есть, его надо развивать. Поэтому мы ставили задачу, она сейчас стоит, либо искать дополнительные территории, где можно было бы сформировать новый корпус производственный, либо расширять существующие площади. Но и там, и там у нас есть проблемы, которые мы пока не решили. Давайте мы их обозначим, эти проблемы. Давайте обозначим. Дело в том, что, еще раз говорю, что фарма, так как и пищевое производство, оно регуляторно имеет определенные ограничения. Ну, допустим, есть постановление главного санитарного врача, который определяет, что строительство складов и производства, как фармацевтического назначения, так и пищевого назначения не могут находиться в санитарно-защитных зонах других предприятий. То есть это первое существенное ограничение, в которое мы попадаем. Соответственно, если мы хотим сформировать где-то производство, мы должны четко понимать, что мы не попадем в санитарно-защитную зону других предприятий. А сейчас вы находитесь в районе улицы Луганская, да, правильно я понимаю? И там попадаете в зону защитную, да? Сейчас мы находимся на территории улицы Луганской, и на самом деле мы находимся на территории бывшего биохимзавода, еще раз подчеркну, бывшего, который на сегодняшний день не существует. Это некая коллизия, потому что по существующим нормам, еще да, и рядом, кстати, с нами находится LC-фарма, который также, так сказать, находится в этой зоне. Но ситуация эта стала возможна благодаря тому, что когда мы формировались как юридическое лицо, компания получала все необходимые разрешительные документы, лицензии, действовал другой СанПИН, который позволял формировать такие производства в санитарно-зачитных зонах других предприятий не ниже другого класса опасности. Собственно говоря, здесь все по закону. Но на сегодняшний день для того, чтобы развиваться на этой территории, мы уже попадаем под такой закон, да, так сказать, он определяет и реконструкцию, и строительство новых объектов и так далее. Но парадокс заключается в том, что эта зона, которая была определена, она, еще раз подчеркну, была определена под тот биохимзавод, который был государственным предприятием, если помните. И уже не существует. Его сегодняшние, да, на сегодняшний день не существует. А статус остался? Статус такой, да, это по закону. Санитарно-защитная зона была определена, она не изменилась. И здесь, наверное, вопрос главному врачу санитарному, правительству, которое, в принципе, могло бы решать этот вопрос. Потому что на сегодняшний день на этой территории, которая была, в кавычках, назовем биохимзавод, это 54, если не ошибаюсь, гектара, кстати говоря, федеральной собственности, которая... Земля федеральная. Земля федеральная, я об этом писал, у меня была публикация в бизнес-новостях, я эту ситуацию раскрыл, потому что мы попытались отмежевать часть территории и попросили ее приобрести. На что, так сказать, Росимущество нам ответило, что это невозможно, потому что на этой территории она огорожена какими-то лицами, там какие-то объекты, непонятно кому принадлежат. Вы получаете разрешение от них, дальше мы отмежуем, и мы будем разговаривать о их продаже. А пока вы и арендуете, получается? Нет, на сегодняшний день тот кусок земельный, на котором располагается наше предприятие, находится в нашей собственности, то есть это выкупленная земля. Но нельзя построить новый объект? Нет, на ней сейчас объективно новое производство нельзя построить, потому что оно попадает под санитарно-защитную зону, или надо решать, там есть некие экспертизы, которые можно провести, но это сложная история. И нам одним, без помощи правительственного блока, или без желания, чтобы это сделать все-таки, невозможно этот вопрос решить. Потому что надо создавать какую-то комиссию по решению этого вопроса, объективно ее обсуждать с привлечением и главврача по области, и других специалистов, и принимать какие-то адекватные решения в этом направлении. Прервемся на полминуты, буквально и продолжим наш разговор с гостями нашими. Алексеем Егоровым, генеральным директором компании «Абварус», и Михаилом Шиховым, директором по развитию компании «САХ», депутатом городской думы. Инвестировать бум, товарищи, все-таки или нет? Вот в чем мы разбираемся сегодня. Продолжаем тему об особенностях инвестирования в Кировской области. Мы закончили разговор о том, какие сложности есть в развитии производства. Мы не закончили, как раз. Мы только начали об этом разговоре. Мы начали об особенностях развития производства в черте города Кирова, особенно производства биотехнологий и фармацевтики, и сложности, которые возникают при этом как раз с расширением площадки, с увеличением производственных мощностей. Речь идет о 54 гектарах земли, которые находятся в статусе, закрепленном по старым нормам, которые невозможно сейчас использовать, пока не разрешится вопрос, использовать для расширения производства ни одному, я так понимаю, предприятию, которое на этой территории находится. Не совсем так, Светлана, еще раз. Давайте разделим вопрос. То есть есть земля, она федеральный статус имеет. Это 54 гектара. На ней находится ряд объектов. Сколько там предприятий? Сколько там предприятий, я не знаю. Но ни одно и ни два. Там ни одно и ни два, да. Там идет чехарда предприятий. Это тоже один из вопросов, который хочется задать, потому что невозможно нормального инвестиционного бизнеса, если не сформированы единые правила игры для всех игроков. Если один, честно, платит налоги и добросовестно выполняет все нормы, а другой каким-то образом хитрит и юлит, и ничего за это не бывает. Знаете, есть такое вот в юриспруденции Никола Маккиавелли, если я правильно, по-моему, это флорентийский философ, который говорил, понимаете, мы можем ужесточать право, то есть меру наказания и так далее, но это ни к чему не приводит. А наоборот, сдерживание правонарушений приводит только к одному, когда есть неотвратимость наказания по любому вопросу. Вот если мы будем понимать, что у нас по любому правонарушению неотвратимость существует, пускай это будет небольшое наказание, то тогда однозначно наблюдается спад правонарушений, который как бы существует. Давайте мы сейчас все-таки... Вот я поняла, какие там сложности, серьезность существует, и поняла, что их невозможно решить без предметного разбирательства и создания комиссии, в которой будут включены чиновники правительственные и заинтересованные ведомства федеральные. И все-таки, возвращаясь к своему вопросу, вы с этой историей пришли осенью в правительство, вы ее озвучили, вы напечатали это в прессе, что изменилось с тех пор? Ну, с этой историей мы еще пока к правительству не приходили, только постучались. Да, мы постучались только вот буквально где-то 15-20 дней назад у господина Шульгина была встреча. Все-таки главы города, получается, администрация. Ну, администрация города, хотя еще раз повторюсь, что земля это федеральная. Правительственная история. Да, федеральная. Вот. Были там какие-то поручения, было нам предложение другой участок рассмотреть, но это вопрос земли. А вопрос санитарно-защитных зон, его все равно нужно решать, и нужно его решать комплексно, потому что если мы хотели бы развиваться на этой территории, то нам надо вопрос с зонами каким-то образом отрегулировать. А другой участок, который там вот к прудам, он принадлежит городу, и в принципе его можно отмежевать, и можно его рассматривать как к приобретению или к аренду уже у города. Это там же на Луганской? Да, это там же на Луганской, это с забора в другую сторону от нас, то есть не в сторону, условно биохимзавода назовем, а в сторону к прудам. И третий участок, который я знаю, что вы рассматривали, это один из промпарков, который ближайший город Киров, Слободзино. Вы ездили туда? Да, мы ездили и в промпарки, и, кстати говоря, после вашей передачи мы еще ведем и поиск промышленных объектов, которые также, так сказать, выставлены собственником на продажу. Вот сейчас после вашей передачи я поеду, по крайней мере, на два объекта, также их в Кирове рассматривать именно для применения под наше производство. Ну, что хочется сказать. Вот за последние полгода я на свою почту, так сказать, официально меня приглашают различные регионы. Это Тарстан, в первую очередь, Московская область, Москва, Ижевск. То есть очень много активности, я вижу, от различных субъектов. Они сами запрашивают. Они сами привлекают, они сами предлагают инвестпроекты. То есть это не то, что сказано, образно говоря, ребята, приходите к нам, инвестируйте, мы вам там дадим льготы и так далее. Но это на сегодняшний день, конечно, хорошо, но это, наверное, не совсем то, что ожидает инвестор. Допустим, как пример, приходит бизнес-предложение от Ижевска, где предлагается и конкретный земельный участок с четко выраженной инженерной инфраструктурой. То есть они говорят, там есть газ, какие-то мощности, подводы, дороги и так далее. Понятно, что блок экономический, он отдельно по экономике там, ваши инвестиции и так далее. Более того, там даже предлагаются готовые бизнесы, которые можно было бы на этой площадке организовать и так далее. То есть система предложений на достаточно высоком и хорошем уровне проработана. Это, еще раз повторю, это не просто земля в чистом поле, и мы говорим, что это экономическое там. Есть ощущение, что у них существует некое планирование стратегическое развитие своего региона с экономической точки зрения. Возьмите тех же татар, да, так сказать, они построили зоны, то есть там не только площадки, то есть там и корпуса, которые уже принципиально можно въехать инвестору, так сказать, ну заплатив определенную сумму входного билета и уже, так сказать... Почему не идете в те регионы, которые вас приглашают? Еще раз, фарма достаточно сложная и тяжелая система. И разрываться, так сказать, на различные куски. Есть еще надежда, что можно здесь построить. Если мы имеем еще, так сказать, какие-то ожидания, что мы здесь этот вопрос можем решить, мы не уйдем. Так, да, мы с фармой продолжим еще в следующем части. Да, у нас вот этот вопрос по земельным участкам, он, видимо, наиболее существенный. Да, критичный, он ведь был таким камнем преткновения и для размещения полигона твердых бытовых отходов. Совершенно верно. То есть альтернативы Костинскому полигону, который уже выработал свой ресурс. И как раз этот проект, он нашел в перечень приоритетных инвестиционных проектов Киевской области. Изначально там планировались инвестиции чуть более полумиллиарда рублей. Возможно, сумма выросла. Михаил, все-таки, как дела с площадкой обстоят на сегодняшний день и насколько это для вас, скажем так, весомый аргумент, площадка под будущей инвестицией? То есть начнем с земли, собственно говоря, да? А потом все-таки хотелось бы узнать, инвестпроект вырос за полмиллиарда, получается, или он легче стал? Ну, инвестпроект, как и был чуть больше полмиллиарда, так и остался, да? С площадки я приехал только что, посмотрел, строительство идет. Земельный участок... Мы говорим сейчас о полигоне твердых бытовых отходов в Осенцах. Да. Инвестпроект реализуется. К 1 мая мы надеемся запустить первую карту полигона, сдать ее в госкомиссии и уже включать объект размещения бытовых отходов в Гороро, получать на него лицензию и с 1 января 2019 года уже начинать эксплуатировать. Это первая карта, вы говорите. Что включает в себя вторая карта? Первая карта, она рассчитана на 2 года размещения, ты был. Вторая карта, она больше и будет эксплуатироваться уже порядка 7 лет. На той же площади или расширение площадей будет? Мы сейчас и про землю говорим. На том же самом земельном участке. На том же самом земельном участке. Общей площадью 18 гектар. 18 гектар. А почему другие земельные участки не подошли под эти цели? Насколько я понимаю, там и транспортное плечо играет роль, которая удорожит серьезно вывоз твердых бытовых отходов. И вообще площадки-то есть другие для размещения именно этого инвестпроекта полигона? Как Алексей Глебович сказал, что к фарме достаточно большие требования. Я думаю, что к размещению ТБО они тоже, мама, не горюй, как называется, как говорится. Поэтому площадку сама компания искала 6 лет. Было рассмотрено порядка 50-60 участков. Это с какого года? Это ведь, смотрите, не только мы искали, но и правительство искало. Конечно. Но и правительство искало. За этот срок, по-моему, был спроектирован только один шабалинский полигон, где земля более-менее подошла. Для размещения полигона твердых бытовых отходов. Поэтому вопрос очень сложный. Очень сложный в этом смысле. Поэтому, ну, слава богу, что... Планирование полигонов десятилетия идет. Конечно. Но это, наверное, норма, потому что я геолог по образованию. Я понимаю, что это ведь такие исследования, они и бурения должны включать изыскания. Это не только районирование, картирование и транспортное плечо изучения. Это и подземные воды там. Совершенно верно. На заключение на этот инвестпроект, на эту территорию, была выдана экспертиза, была выдана несколько лет назад уже. Полные исследования пришли. Да, почти три года назад. Три года назад. Мы знаем, почему остановилось строительство полигона. Мы здесь не раз эту тему освещали. Сейчас у нас другая тема. Мы говорим об инвестиционном проекте как таковом. И времена-то изменились даже за эти годы. Вот внезапно вдруг с федеральной крыши обрушилась на нас программа вроде бы хорошая. Это программа, которая касается сортировки и переработки твердых бытовых отходов, платы того и сего. В общем, всех коснулось. От частного хозяйства, от каждой квартиры до больших предприятий. И теперь уже не просто так нужно строить и открывать полигон, а с сортировкой, я так понимаю. Это правда ведь изменения? Пришли в процессе уже, да? После того, каким изначально был ваш инвестиционный проект. Что он из себя сейчас представляет? На самом деле закон свалился не сейчас, прямо с 1 января 2016 года. После того, как у вас уже был инвестпроект представлен, да? Конечно, да. Просто на два года это откладывалось. То есть откладывалось введение регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, коммунальными сейчас. Действительно, с 1 января 2019-го размещение на полигонах ТКО целого перечня продуктов, которые можно переработать, запрещено. В том числе и бумага. То есть пластик, PET, металл, металл уже нельзя размещать. В другое место нужно ввести? Нет, это все нужно выбирать как полезную фракцию. Отправлять на переработку. А полигоны ТБО должны принимать только так называемые хвосты, то есть утилизируемые фракции, которые, проще сказать, такие белоразлагаемые отходы, которые не будут наносить никакого ущерба окружающей среде. Мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты и хотелось бы понять все-таки, что из себя представляет в нынешнем состоянии инвестиционный проект, который касается полигона ТБО в Осеньцах. И есть ли уже планы по дальнейшему развитию производства, может быть, вокруг полигона или в каком-то другом месте, сортировка переработкой здесь, в Кирове? Планов громадью. Расскажем. С членами ОЗС и ОНФ одновременно, да, Роман Альбертович Титов с вами выезжал. Там сейчас идет важная стадия. Там вот как раз закрывается площадка специальной пленкой, попросту говоря. Геомембраной. Да, геомембраной, которая соответствует всем последним нормам и технологиям, которые должны быть применены. Вот это строительство полигона ТБО мы все-таки освещаем более-менее, я уже для наших слушателей говорю, да, даже более чем менее, подробно освещаем. А сейчас мы хотим поговорить о перспективах, потому что даже жители окружающих населенных пунктов задают теперь вопросы о перспективах. А что будет дальше? Как будет развиваться это предприятие? Нас тоже это интересует, потому что мы сейчас уже говорим о вопросах сортировки и переработки. Так что касается самого полигона ТБО, вы сказали, что инвестиционные объемы не изменились, чуть более 1,5 миллиарда. А что касается сортировки, мусоросортировочного завода, вот мы тут, и Алексей Глебович тоже интересуется, будет какой-то заводик построен, а может быть переработка построена, какие здесь планы? Что с сортировкой, давайте с нее начнем. На сегодняшний день мусоросортировочный завод проектируется, это будет мусоросортировочный завод с мощностью переработки 300 тысяч тонн отходов ежегодно. Это перекроет всю мощность города Кирова, и останется небольшой запас. Но если говорить конкретно об инвестициях по теме вашей передачи, давайте поговорим о том, что вся страна переходит на новую систему обращения с ТКО. И, наверное, для региона это на сегодняшний день один из таких крупных инвестпроектов, потому что территориальная схема обращения с отходами предполагает большое количество создания инфраструктурных объектов по переработке, сортировке, перегрузке, захоронению твердых коммунальных отходов. То есть фактически нашли еще одно сырье, которое можно на территории Кировской области добывать, помимо леса, торфа. Нескопаемое полезное наконец-то у нас нашли. Нескопаемое. Я помню, они и туалетную бумагу производили, и конденсаторную бумагу, и, возможно, еще как-то расширяют. То есть вот у нас производители бумаги, которые работают на вторсырье и испытывают голод, и завозят эту макулатуру из других регионов на аукционах, покупая. Ну, уже где купят. Мы знаем, что, например, уже в Ижевске, просто здесь рассказывали не раз, когда ездила наша группа активная, ознакомиться, как у них там ТБО полигон устроен, говорили, что там стоит заводик по переработке вторсырья в плитку. У нас есть такие производства или строить нам надо, например? У нас есть такие производства, плитка, черепица, что-то еще. Они тоже нуждаются в сырье? Они тоже нуждаются в пленке. То есть это пластик подходит туда, да? Ну, в основном это стричь, пленка, пленка из-под пакетов. Я знаю ребят, которые завозят из других областей, то есть им приходится покупать отсортированное уже сырье определенного качества для собственного производства. А стекло? Больная тема, больная тема. С стеклом, стекло, ну, к сожалению, Санпино на свое время запретили оборотную тару, вернее, разрешили ей не пользоваться. То есть на сегодняшний день такие крупные предприятия, как Балтика, они не используют оборотную тару. А вот Вячич, спасибо им, они еще используют бутылку, сохраняют мощность по мойке. А куда стекло еще может пойти в переработку? Оно может пойти? Стекло может пойти в переработку много куда, но все эти технологии, они достаточно затратные. Если его перерабатывать снова в какое-то сырье, то у нас ближайший стекольный завод – это Бор, это слишком далеко. Где это? Это Нижнегородская область. То есть, по идее, стекло как сырье по цене выпало так сильно, что мы, отвозя бутылку, тоже битую, в Нижнее, получаем только транспорт. Получаем только транспорт. Вот недавно на конференции озвучивались такие вещи. Вот смотрите, у нас история сырья более-менее востребована. Это PET. Его хорошо покупают. Это крупный переработчик у нас есть в Сыктывкаре. Это бумага, как я уже сказал, в любом количестве. Там и свои, и кто угодно ее приобретет. Со стеклом есть проблема. Если мы вспомним советское время, помните, 20 копеек бутылочка стоила и литр молока 24. Давайте сейчас посмотрим. Сейчас стоимость стекла опустили до такой степени, его бомжи не берут в бачках. Раньше никто не бил бутылки, все несли сдавать. Конечно, потому что нет оборотной тары. Вот если будет выстраиваться государственная политика по оборотной таре... Я слышал, что предложение-то было включать в стоимость товара... А вот сейчас в свете того, что сейчас новые правила, и все о мусоре говорят, и федеральные программы строятся, самое время этот вопрос поднять. Правда же? Вообще самое время поднять этот вопрос, если по этой теме, по сортировке и вообще программе сортировки. Потому что мусор в том виде, в котором он есть сейчас, его отсортировать бывает очень сложно. Он неудобен для сортировки. У нас остается не очень много времени до завершения первого часа. Мы просто хотим у Михаила Викторовича все-таки вызнать. Сейчас в проектировании идет мусоросортировочного завода. Мощность вы назвали. Где он будет построен, этот завод? Сколько рабочих мест? Это уже 80-90 рабочих мест. Я еще раз говорю, это всего лишь один объект из территориальной схемы. Территориальная схема рассчитана с до 28-го года. Правительство сейчас вот этим занимается. Очень активно Алла Викторовна Албегова занимается. Игорь Юрьевич Реткин. Территориальная схема рассчитана на 10 лет. И включает, еще раз повторюсь, ряд объектов. Сортировки, размещения, перегрузки. Они все ваши, что касается САХа? Объясню. Эта территориальная схема охватывает всю область. За 10 лет она должна быть исполнена. Почему я говорю о таком большом инвестиционном проекте? Через 10 лет мы должны получить схему обращения с ТКО, которая будет соответствовать, не знаю, как угодно это называть, европейским стандартам, экологическим требованиям. И наше это будет не наше. Мы не знаем. Мы вас спрашиваем. У вас какие намерения? Смотрите, 1 марта будет объявлен конкурс, который правительство проведет по выбору регионального оператора с обращением с ТКО. Кто победит, тот и будет заниматься воплощением этой территории. Это организация, которая будет привлекать инвестиции. Это организация, которая будет либо привлекать инвестиции, вкладывать свои деньги на первоначальном этапе. Возмещение инвестиций, естественно, пойдет из тарифов. У нас много таких организаций, которые способны с этой ролью справиться? Я думаю, что это будет межрегиональный какой-то объявленный. Нет, региональный должен быть. С 1 января 2019 года, еще расскажу, вывоз ТКО переходит в коммунальную услугу. Если сейчас эта услуга договорная, то с 1 января это будет коммунальная услуга. Граждане получат в платежечке строка вывоз ТКО, и региональный оператор будет поставщиком коммунальной услуги. И, конечно, мы, что тут положу руку на сердце, мы надеемся, что хотя бы одна коммунальная услуга в нашем городе, в нашей области сохранится за кировским предприятием. Вы заявляться будете точно на этот конкурс? И вы ожидаете, что будут заявляться также и операторы из других регионов? Мы где-то в законе считали, что это по согласованию с правительством области. По согласованию с правительством области. Они все-таки определяют тоже, могут поучаствовать, с кем работать, да? В какой-то степени могут, какой-то не могут. Все-таки это 44 ФСР. Спросим, спросим. Мы будем делать большой эфир в марте месяце как раз тоже по этой теме. Обязательно спросим. Вот завершая первую половину, мне бы хотелось несколько... Есть разные виды проблем, которые препятствуют инвестированию средств. Я просто коротенько назову площадки, отсутствие площадок, отсутствие кадров, отсутствие заемных средств, сложности с их получением, бюрократия, то есть медленная скорость принятия решения и гиперконтроль со стороны контроля надзорных органов, общественных. Итак, площадки, кадры, деньги, бюрократия и контролеры. В какой последовательности вы, Михаил, расставили бы эти препятствия при своем проекте? По убывающей, да? По убывающей. Я уже про препятствия про эти профессии забыл. На сегодняшний день огромная поддержка. И со стороны правительства области. Сейчас мы ведем... Бюрократические барьеры сняты? Сняты, да. Сейчас мы ведем переговоры с ФТБ. На федеральном уровне выделено 3 миллиарда на поддержку реальных производств. Финансирование? Финансирование как раз того мусорно-сортировочного комплекса, про который мы говорим, мы надеемся получить через ВТБ по федеральной программе. Это 6,5 годовых. Поэтому... Это нормальная ставка? Для производства? 6,5 годовых. Нереально хорошая, да? Нереально хорошая. А сколько исчезла ипотека? Порядка 10%. Для кого-то и 6% ипотека. Поэтому ставка хорошая. И очень надеемся, что у нас все получится. Гиперконтроль со стороны контрольно-надзорных органов. Вот вы тоже оба наши гости заявляли. Мы на себе не ощущаем. Почему? Потому что мы даже в некоторой степени тот же Росприотнадзор просим наш действующий объект проверять почаще, чтобы мы сами были в курсе. С площадкой определились. А вот что касается... Мы просто в эфире еще останемся с Алексеем Глебовичем, а вас отпустим. А что касается кадров? Вот в процессе того, как мы программу вели с Олегом на протяжении нескольких лет, буквально каждый приходящий сюда бизнесмен про кадры говорил, что это всегда проблема. А у вас сегодня, если получится поговорить с директором завода Демал, Трегубовым Дмитрием Анатольевичем, он как раз поехал на ярмарку вакансий в Ахрушах, где открыл свой завод. То есть кадры ищут все. А у вас? Вам предстоит расширение. Да, нам предстоит огромное расширение. Опять же, вам предстоит огромное расширение, если мы победим в конкурсе на регионального оператора с кадрами. Ну, действительно, есть проблема, но постепенно решаем. А как? Как решаем? Да. Ищем целескремленных людей, приглашаем на работу. Понятно, что мы сейчас, знаете, как бы, мы, наша отрасль сейчас вот прям как поднятая целина, вот лопата, вот поле, давайте копать. То есть мы учимся, мы сами учимся, учимся вместе с правительством, учимся вместе с Министерством природоохраны, с Росприводнадзором, все изучаем то законодательство. Нет, ну вот мы, например, своими фирмами готовы вам помочь. Вы через эфир можете прям даже обратиться, что нужны такие-то кадры или в такое-то время будут нужны. И обратите внимание, вы там будете готовить или кто с какой квалификацией. Еще раз, 1 марта будет конкурс. Если мы побеждаем, то, естественно, компания будет за большое развитие. Тогда мы уже будем смотреть, какие из инвестпроектов мы будем строить в первую очередь. По идее, это все будет расписано в территориальной схеме, и мы будем сразу понимать, где будет мусоросортировочный завод, где будет полигон, где будет мусороперегрузка, и кто туда будет требоваться. А вот вопрос, я прошу прощения, вы же сортировкой хотите заниматься, насколько вы рассматриваете интеграцию еще населения в такую программу? Я так понимаю, что они увидят в платежке, значит, утилизацию, будет ли какая-то мотивировочная часть для населения, что они уже на уровне первичной, так сказать, переработки. Про сортировку вы имеете в виду? То есть это тоже достаточно большая тема. Это да, и причем она такая глобальная государственная история. Мотивировочной части для населения впрямую от государства, скорее всего, не будет. Это будет немножко в другом виде выражено. После того, как мы все-таки разберемся с самыми главными вопросами, это размещение ТКО в городе Кирове и области, потому что тема очень-очень сложная. Мы вот вчера как раз сидели и думали, для того, чтобы каким-то образом начать восстанавливать систему сбора в Турции, то есть макулатуры, как-то замотивировать граждан по сдаче того же стекла, пэт-бутылки. Очень надеемся, тот закон об утилизационном сборе, который в этом году заработал и уже вынуждает крупные компании, производители пива, стекла, пэт, кока-кола и прочее, вот они уже объединились в ассоциацию. То есть они сейчас будут платить утилизационный сбор, им, конечно же, будет выгодно начинать снова, снова пускать второго оборота. Собирать в Турсырье. Да, собирать в Турсырье. Да, большая программа. Поэтому конселение, наверное, пока так вот, то есть будет, скорее всего, вот у нас с партнерами сейчас, партнеры наши, вернее, открыли для пробы в юго-западном районе пункт. Мы видели, в Дымковские узоры раскрашены. Да, 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 по приему в Турсырье. На площади Конева. Вот если эта практика приживется, пока это абсолютно такой благотворительный проект, понятно, что его содержание обходится. Пункт и сборы в Турсырье, они что собирают там в этих радужных домиках? В этих радужных домиках, это один домик пока, да, это стекло, бумага. Поэтому все же все фракции... Стекло, бумага, пластик. Да, все фракции, которые можно отправить на переработку, они принимаются. Пока что так. То есть дифференцированные ставки просто по населению не наблюдают, ну, то есть, допустим, а ведь западный опыт есть, его тоже надо. Давайте так, вот у нас сейчас Донской говорит, мы за 10 лет попробуем разобраться, да, немцы, японцы это делали 20-30 лет, конечно, ну, это... Все понимают, что мы должны к этому прийти, но пока... Это тема вообще отдельного разговора, у нас, вот правильно вы говорите, и сампины мешают, то есть мы разговаривали вроде уже с Роспотребнадзором, то есть о размещении контейнерных площадок, то есть это сейчас будет называться метанокопление ТКО. Так, все не рассказывайте. В марте. Да, после марта надо будет. Мы встречаемся в марте, 14-го числа. 14-го числа планируем этот большой эфир, это первое уже пройдет, и даже неделю дадим вам отдышаться после этого, потом сделаем большой эфир. Спасибо, сейчас прервемся, отпускаем Михаила Шихова, спасибо вам, директор по развитию компании САХ, с Алексеем Егоровым, генеральным директором компании Аварос, остаемся еще на второй час, и будем подключать Дмитрия Трегубова, компания Демал, Михаила Некрасова, Наналек, и Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты, к нам придет.